Подготовка на Семязино практически закончена. Глубина этой купели всего метр двадцать, но для погружения этого достаточно. Толщина льда около 20 сантиметров. Это значит, что людей он выдержит. Последним купель проверяет водолаз, обследует дно. Геннадий Брай дает свои заключения. То, что сделано от организаторов, безопасно. Дальше безопасность уже в руках купающихся. На каждой официальной купели будет дежурить бригада скорой, спасателей и полиция. Крещение в этом году выпадает на выходные, поэтому желающих совершить крещенское омовение ожидается много. Стоянка машины озера будет запрещена. Свой автомобиль можно будет оставить около торгового центра. Чтобы люди не мерзли, после погружения на Семязино установили пункт обогрева. На официальных купелях будут разводиться костры, палатки для переодевания. Пункты обогрева будут везде, на официальных местах. Будет ли предлагаться чай или какая-то вида? Здесь на Семязино традиционно выставляется полевая кухня, варят кашу и угощают чаем. А в поселке Заклязьминском купаться будут в основном местные жители. И пункт обогрева здесь не предусмотрен. Зато тем, кто придет окунуться, предложат горячую еду и чай. Спасатели предупреждают, что с собой обязательно надо брать теплые вещи, халаты и тапочки. Традиционно уже больше 8 лет организовывается крещенское купание. Также здесь будет оборудовано место для раздачи горячего питания. То есть будет оборудован горячий чай, пряники, сухари для желающих скупаться. Священный служитель Святого Воскресенского храма проводит освящение купели. Но сам обряд омовения для верующих не главное. В крещении принято молиться и причащаться за всех людей в этом мире. Если человек не ходит в храм, не молится, не живет церковной жизнью, то никакая святая вода ему не поможет. Ни крещенская никакая. Божья благодать истощается во всей полноте в Церкви Христовой, в православной, членом которой все, многие из нас, точнее скажу так, являются. Всего во Владимирской области 51 разрешенное место для крещенских купаний. Из них 4 во Владимире. Семязино и Гусинка, а также озеро Глубокое и пруд Заклязьминский. Спасатели прогнозируют, что сегодня ночью около 13 тысяч верующих совершат традиционный для крещения обряд. Екатерина Корнилова, Егор Хребко, 6 канал.